Добрый день, это игровой развлекательный канал M029 и я его ведущий Miller029. Сегодня я расскажу про интерфейс игры и основу управления вашей куклой. Перед тем как начать играть и изучать, нам надо настроить графику как вам удобно. Это можно сделать в меню настройки и оттуда шагаем в опции. У меня, скажем, Rebash в окне с разрешением 1280 на 800, мне так удобно. Настраивайте как надо, пробуйте в игре, если вдруг что-то тормозит, то придется вам что-то выключить. Так, настроили, теперь перейдем к игре. Нас интересует интерфейс, а именно про интерфейс будет данная серия. Итак, первое что мы рассмотрим это основной показатель, фреймы. Это желтые цифры сверху, посередине экрана. Отвечают данный параметр за время, которое делится на три показателя. Первое, это общее количество времени, доступное за матч. Второе, это время, уделяемое на один ход. Третье, это дополнительные условия, ну к примеру, количество фреймов на ход могут быть разными. Третий пункт более специфический. Следующий параметр, это победные очки, он же счет. Это показатель общего нанесенного урона по врагу. Самый сильный прирастовщиков идет при попадании кистью или стопой по голове, или же неплохие цифры от отрывания и вывихов. Итак, в игре мышца, или более точнее сустав, это джоинт. Ну, джоинт, это название такое. Переводится как шарнир. Название мышц можно посмотреть ниже экрана, когда вы курсором указываете на какой-то джоинт, там же вы сможете увидеть какое-то состояние мышцы на данный момент. Правда, я в своих видео не руководствуюсь тому, как написано этот туребаж, так как это все очень долго читается и понимается. Но перейдем к нашему боевому арсеналу. Всего здесь 20 мышц. Конечно, я могу их все перечислить, но нужно ли, если только основные? Во-первых, руки и ноги почти схожи. Они состоят из кисти стопы, локоть колена, плечо бедро, грудь ягодицы. В этой игре можно считать кисть и стопу синонимом, так и для всех остальных перечисленных мной мышц. Самыми важными мышцами всего этого являются грудь ягодицы и плечи бедра. Остальные это всего лишь вспомогательные элементы. Так, вторая группа мышц это торс, ну или пресс, который делится на три части. Первая у нас это верхняя. По сути усилит вращительную способность верхней и нижней стороны. Скажем так, если верхнюю мы поворачиваем влево, то, соответственно, низ вправо и наоборот. Если верхняя или нижняя часть упрется во что-то, то амплитуда противоположная будет существенно выше. Второй джойнт ниже, это так же, как и первые, косые мышцы, которые обеспечивают наклон торса вбок. То есть, уменьшает расстояние между плечом и ягодицей с одной стороны, а с противоположной увеличивает. Третий джойнт, это наклон назад или вперед. Ну, то есть, уже сам пресс. Тут уже говорить не о чем. Ну и третья группа мышц, ну вернее шея. Не сказать, что она на что-то влияет, но в некоторых случаях может оказаться важной. Так как голова весит достаточно, чтобы повлиять на баланс вашей куклы. Каждая мышца имеет свое состояние. Всего у мышц существует 4 состояния, в котором они могут пребывать. Первое, это напряжение. Это когда ваш джойнт пытается сохранить позицию ваших суставов. То есть, если у вас каким-то образом рука получилась в каком-то недосогнутом состоянии, то вы можете сохранить эту позицию. Только учтите, что у ваших суставов есть свой порог силы. То есть, если вы приземлитесь на такую руку с большой высоты, или вам в нее сделают удар, то она согнется или разогнется. При этом продолжить сохранять уже новую позицию, ровно настолько, насколько ее переместили, а не старую. Второе состояние, это расслабление. Здесь ваши мышцы податливы и сопротивляются вражеским ударам только с помощью своей массы. Движение только за счет земного притяжения или каких-то ваших действий с другими мышцами. Третье и четвертое состояние, это согнуть и разогнуть. Это уже схоже с напряжением, но вне зависимости от ситуации, ваш джойнт будет держать такое положение и будет всегда возвращаться в него до тех пор, пока рука не отвалится. Ну, конечно, не обязательно рука, можно и ногу, и любую другую мышцу. В моих видео согнуть это сгиб в колене, а далее вы смотрите на то, какую кнопку нажали на этом джойнте, и затем применяете ее же к остальным мышцам. Я сгиб помечаю красным полукругом. Разогнуть это то же самое, но только зеленый цвет шарика. Какого именно, вы сможете увидеть в приемах в ушу по Тарибашу. С непомеченным шариком это уже расслабится, а вот полностью зеленое это напряжение. При расчленении, как правило, как минимум одна мышца деактивируется и забирает с собой еще несколько, если только это не кисть, стопа или голова. Кнопка B это тень вашей куклы и будущие ваши действия без влияния хода врага. То есть, если вы вблизи и знаете, что враг сделает удар, и вы после этого перекручиваете за счет ваших действий, то я вас разочарую. Вы не перекручиваетесь, потому что, скорее всего, по вам пройдет удар и, скорее всего, что-нибудь сломаете. Из-за чего все ваши мышцы перейдут в расслабленное состояние, и действий будущих не получится. Если пример полегче привести, то смертная траектория удара врагом уже может сменить настоящую картину будущего. Поэтому самый верный способ ориентироваться в действиях по тени, это примерно рассчитывать на что-то, а не полностью. А для этого вам нужно смотреть на картину в целом. Ну, то есть, не только на ваши действия, а на действия еще вашего врага. Кнопка X имеет два состояния. Напряжение и расслабление. Первое нажатие – напряжение. Второе нажатие по той же мышце – расслабление. Колесико вверх – это разгибание, зеленый полушарик, а колесико вниз – это сгибание, красный полушарик. Кнопка V – это захват для обеих ваших кистей. Причем первое нажатие приводит все кисти к общему состоянию. Кнопка C – это напрячь или расслабить все мышцы. Горящая клавиша Ctrl Z – это все ваши мышцы на начало вашего текущего хода. Так, еще раз повторюсь. Сгиб колена – это колесико вниз в моих видео про облинги. Разгиб колена – это колесико вверх. А теперь, меня интересует ваше мнение по поводу данного видео. Было ли оно вам полезным? Пишите внизу под комментарием или ставьте плюс или минус там же. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях и репостите мой обзор по Тарибашу. С вами был Миллер 029. Всем пока.